Сегодня мы приготовим очень вкусный и любимый многими грибной суп как в Икеа. Суп получается очень вкусным, насыщенным, кремовым. Подавать к столу грибной суп можно в качестве обеда, с сухариками. Конечно же, точно такой результат как в Икеа не получится, так как там используют усилители вкуса, эмульгаторы и консерванты. Самый похожий вариант был, когда я сделала из грибного кубика Макги крепкий бульон и залила им сухое пюре, вот тут был почти 100% результат, но пользы от такого супа нет. Чтобы и наш вариант был похож, добавим в суп щепотку сухих грибов, подавайте суп с сухариками или хлебом. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте все ингредиенты. Очистите картофель, вымойте, просушивайте, нарежьте картофель средними кусочками, переложите картофель в кастрюлю, залейте водой и варите 20 минут. Очистите лук, сполосните и просушивайте, нарежьте небольшими кубиками. Грибы сполосните и просушивайте, нарежьте небольшими кусочками. Вкуснее тем, кто подпишется. В сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, выложите лук и грибы, жарьте ингредиенты 3-4 минуты, до румяности. Переложите грибы со сковороды в кастрюлю, добавьте щепотку сухих молотых грибов, соль и перец, сухой чеснок, варите суп еще 10 минут. После измельчите все ингредиенты при помощи погружного блендера, добавьте в суп сливки, проварите пару минут и снимите пробу, отрегулируйте вкус и подавайте блюдо к столу. Приятного вам аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Картофель – 350 грамм, лук – 100 грамм, шампиньоны – 300 грамм, сухие грибы – 2 грамма, молотые, вода – 700 мл, сливки – 150 мл, 10% жирности, масло сливочное – 60 грамм, масло растительное – 1 столовая ложка, соль – по вкусу, перец – по вкусу, сухой чеснок – по вкусу, количество порций – 2. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся!